Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом году отметит любимый анапчанами киношок. Глава Анапы Сергей Сергеев провел рабочую встречу с вице-президентом фестиваля Ириной Шевчук и одним из учредителей Сергеем Новожиловым. Год российского кино и 25 лет киношоку. На 2016 выпало созвездие знаменательных дат. К мэру Анапы на встречу приехали те, кто стоял у истоков создания кинофестиваля. Обсудили сроки проведения киношока в этом году. Они могут передвинуться на конец августа – начало сентября. Весь август нормально мы можем его еще туда-сюда крутить, потому что еще никаких мы не создаем бумаг, ни документов. Все, что касается министерства культуры, мы уже закинули по поводу финансов и так далее. То есть мы сроки можем объявить в марте. Конец лета, но разгар сезона. Глава Анапы поддержал идею. Здесь людей сколько? Это было бы очень классно с точки зрения такого. Потому что сентябрь, он постоянно, то дожди нам мешает. Творческий организационный комитет открытого фестиваля киностран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии работает над созданием уникальной юбилейной программы. Депутаты обсудили перспективы развития сельского туризма в Анапе и непосредственно в хозяйствах, позиционирующих себя как объекты агротуризма. В работе депутатского комитета приняли участие председатель совета Леонид Кочетов и заместитель главы курорта Александр Колесников. Предприятия, в которых побывали депутаты, уже имеют имя в сельскохозяйственной отрасли Анапы и за ее пределами. Деревенское подворье Ивана Каракизиди начало свою деятельность в 2001 году. Продукция отмечена золотыми медалями престижнейших международных конкурсов. Рыборазводческое хозяйство «Родные просторы» теперь осваивает совершенно новое направление, расширяя спектр туристических услуг. Цель какая? Развитие агротуризма, в частности рыбалка, посещение базы, окунуться в деревенскую жизнь, поучаствовать, интерактив, стрельба из луков, арбалетов, опять же повторюсь, рыбалка. И в будущем планируем организовать ресторанный комплекс, где будут представлены блюда традиционной русской кухни, и в основную массу этих блюд будет приготовлены из продуктов, выращенных непосредственно на территории базы. Продвижение аграрного туризма сегодня важно для развития сельских территорий. Это создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, а в конечном счете повышение уровня благосостояния напчан. Но для этого нужно решить ряд принципиальных вопросов, как, например, сделать экономически выгодной для туроператоров и перевозчиков возможность посещения объектов аграрного туризма, расположенных в границах муниципального образования. Этому может послужить объединение объектов аграрного туризма в ассоциации, некоммерческие партнерства, кооперативы для решения проблем по обучению кадров, формировании экскурсионных маршрутов чисто аграрного направления, продвижению своих объектов на рынок экскурсионных услуг, подвозу туристических групп. Когда меняется время, наверное, подход должен меняться, да? У нас, кстати, есть очень много проблем, которые мы сами решить не можем. И это очень хорошо, что на нас начали обращать внимание. Я думаю, что мы совместно через какие-то, может быть, более узкие, круглые столы, более широкие, но мы будем эти проблемы освещать и решать их совместно. Для решения главной проблемы для всех объектов агротуризма, недовлетворительного состояния подъездных путей и слабой обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры предложено выйти с законодательной инициативой в ЗСК о рассмотрении возможности оказания грантовой поддержки развитию объектов аграрного туризма, которую соискатели получали бы на конкурсной основе и направляли на инженерное обустройство своих объектов. Ежегодная выставка санаториев и пансионатов «Анапа. Самое яркое солнце России» обещает стать самой статусной за все время существования. Напомню, она пройдет с 10 по 12 февраля. Подготовка к выставке сегодня вышла на финишную прямую. В этом году выставка должна пройти на очень высоком и интересном уровне. Зарегистрировано 142 участника. Это очень большой показатель. Из них 43 наших здравницей принимают участие. Конечно, есть еще желающие, но, к сожалению, места все уже заняты. Также мы будем представлять сельскохозяйственных производителей, которые смогут сотрудничать с нашими здравницами, предприятиями. Изюминкой выставки этого года у нас, я думаю, будет в том, что к нам приезжает профессор Миланского университета, президент Всемирной Федерации водолечения и климатолечения, ФИМТЭК. Он принимает в этом мероприятии впервые участие. Я думаю, нам будет интересно с ним пообщаться, поделиться опытом. Будут проводиться круглые столы. К нам в этом году приезжают представители Кипра, Греции. Мы ожидаем гостей, они также будут представлять свои курорты. Я в рамках стелсотрудничества, я думаю, будет что посмотреть и нашим туроператорам, и также мы представляем свои курорты для них. На чем держится экономика? На представителях малого бизнеса, людях труда, которые, попросив однажды помощи у властей, продолжают развиваться и вносить свой вклад в общее дело. Глава Анапы во время рабочего объезда сельских населенных пунктов заглянул к одной такой хозяйке. Семья Чеботаевых обращалась к Сергею Сергееву с просьбой помочь с выделением земли под личное подсобное хозяйство и строительство магазина. И вот сегодня глава Анапы заглянул сюда. Все у хорошей хозяйки по полочкам. Наталья Юрьевна рассказывает, торгуют комбинированными кормами, спрос есть. Люди с удовольствием идут в фермеры, в основном выращивают птицу. Настоящий хозяин, который возделывает свою землю, точно знает, какая поддержка нужна от власти. Что вы, не как реализатор, а вот вы человек, который сидит дома и думает, ну денег не хватает, надо чем-то кормить семью. Давайте я буду выращивать что-то. Ну что, кур. Обязательно десяток кур. Что власть? Не, власть что должна сделать? Может то, чтобы больше выращивалось, чтобы на месте было. Если на месте корма выращивается, то это будет дешевле. Поддержать фермерство особенно важно сегодня. Владельцы ЛПХ и себя обеспечат натуральной продукцией и на рынок привезут по приемлемым ценам. С приходом дождливого февраля вновь обострилась проблема загрязнения проезжей части городских дорог строительными и подрядными организациями, производящими земляные работы. Строеплощадки, с которых выезжают машины с грязными колесами и землей на кузове, находятся на особом контроле у специалистов муниципального контроля. В среду на Пионерском проспекте был остановлен грузовой кран, а в четверг был выявлен выезд еще двух тяжелогрузов. Штрафные санкции за грязный след на асфальте сильно отличаются. Так гражданин должен выложить полторы тысячи рублей, должностное лицо – пять тысяч, юридическое – до ста тысяч рублей. Кроме того, за отсутствие пункта мойки колес на строительной площадке в отношении собственника также составляется протокол административного правонарушения. За данное нарушение юридическим лицам грозит штраф в 30 тысяч рублей. К другим темам. Квартиры в новостройках Кубани дорожают. Квадратный метр в краевой столице стоит в среднем 51 тысячу рублей. Лидирует сегодня Сочи. Здесь стоимость перевалила за планку в 70 тысяч рублей и уверенно продолжает расти. Анапа занимает третье место с показателем в 50 тысяч рублей, при том, что наш город уверенно удерживает второе после Краснодара место по объемам сдаваемого жилья. Рынок недвижимости в данный момент очень сильно колеблется. Новостройки идут вверх, цены поднимаются. Дома, жилые дома, коттеджи, танхаусы – цена скачет по ним, то вверх, то вниз. Участки, вторичка, небольшое понижение происходит. Если государство поддержит ипотечное кредитование, то цены будут подниматься. Совсем недавно этот двор по улице Ленина можно было разве что на лодке переплыть. Дожди затопили практически всю площадку. Коммунальщики буквально спасли ситуацию, воду оперативно откачали. Куда обращаться, если и в вашем дворе такая беда? На этот вопрос нам ответили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города. Впоследствии людям мы хотим сказать, чтобы они при таких ситуациях обращались в единую диспетчерскую службу администрации муниципального образования города Куртанапа по телефону 32094 в свои управляющие компании. И если у них аварийная ситуация, непосредственно прорыв канализационных или водопроводных сетей, они обращались в диспетчерскую службу ООО Анапа водоканал по телефону 20948. И также вы можете обратиться в управление ЖКХ по номеру 55610. С начала февраля льготным категориям граждан начали выдавать проездные билеты. Талоны же с 50-процентной скидкой отменили в городском транспорте, но они остались действительными на пригородном. Однако на некоторых маршрутах водители стали отказываться их принимать. Жалобы поступали и в нашу редакцию. Мы не смогли остаться в стороне, решили прояснить ситуацию. С 1 февраля 2016 года вступили поправки в краевой закон о предоставлении льгот отдельным категориям граждан на проезд в общественном транспорте. Что он под собой подразумевает? Данными изменениями отменены талоны на проезд в городском транспорте, и вернулся проездной билет для проезда в городском транспорте. То есть это 2-ка, 9-ка, 11-й, 17-й, 24-й, 25-й маршрут, которые ездят по городу у нас. Все остальные, которые ездят по городу у нас пригородного сообщения, это 101-й, 104-й, сотка, 111-й, которые выше 100. На них распространяются только лишь талоны для пригородного транспорта. Выдавались талоны на 2016 год, и соцзащита приняла решение, оставшиеся талоны, которые были не выданы в 2015 году, они проштамповали их и также начали выдавать населению. В настоящее время до водителей информация данная доведена, что талоны на проезд с 50-процентной скидкой в пригородном сообщении на талонах 2015 года с наличием штампа, действительно. В случае водителями отказа в провозе каких-либо категорий льготников, не принятие талона или еще что-то, хочу обратиться к жителям, имеющим льготы. При возникновении данных ситуаций записывать гус-номер автобуса, номер маршрута, фамилию и имя возраста водителя и передавать нам в отдел по транспорту по телефону 32111 для принятия мер административного воздействия в отношении данного водителя. В ночь с 31 января на 1 февраля сотрудники дорожно-постовой службы задержали угонщика двух автомобилей. Им оказался ранее судимый житель города Кургана, приехавший в Анапу на заработки. Находясь на маршруте патрулирования, при контроле за дорожным движением на улице Спортивный, город Курганапа, был замечен автомобиль Форд, двигающийся с нарушением правил дорожного движения. Были приняты меры к его остановке, водитель наши требования проигнерировал. После принудительного задержания данного транспортного средства было установлено, что данный гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения посредством освидетельствования на месте через прибор алкотектор. В отношении него составлен административный материал по части 3 ст. 12.8 Административного кодекса Российской Федерации. Материалы переданы в отдел МВД России для дальнейшего разбирательства. И завершит выпуск прогноз погоды. Воскресенье 7 февраля в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 2. Ночью до 0 градусов. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...